Привет! Делать деньги вот так! Итак, дорогие друзья, я уже вам рассказал про деньги эпилептоидов, деньги истероидов. Сегодня мы обсудим деньги нарцисса. Вы нищие уебища, которые никогда в своей жизни ничего не поменяют. Действительно, очень такой интересный момент, да? В общем-то, понимаете, когда мы говорим о истероиде или эпилептоиде, все примерно ясно. Ясно, на что готов тратить деньги истерик. Куртка стоит 150 тысяч рублей. На что не готов тратить деньги и вообще не готов, возможно, эпилептоид. А вот с нарциссом не все так просто. Да, скажете вы, нарцисс будет в первую очередь так же, как и истерик, они ведь похожи, тратить деньги на социальные маркеры. Безусловно. Но что же тогда его отличает от истерика? Давайте задумаемся. Он же ведь, это же как нарциссическое целое расстройство личности. Это уже фактически и не психотип, да вовсе, да? И, соответственно, как, как он будет тратить свои деньги? В чем это будет заключаться? Вы знаете то, что на три вещи можно вечно смотреть? А основная фишка в том, что нарцисс не будет тратить деньги на других людей, даже если это будет вести его к какой-то, ну, отсроченной выгоде. В случае, если эти люди ущемляют его самооценку. Задумайтесь, что это значит. Это значит, что нарциссы даже в парах очень часто становятся заложниками такой постоянной гонки. Раз, два, три. И в этой гонке никто не выигрывает. Бывает, два нарцисса живут вместе или нарцисс там с кем-то живет. И он постоянно гоняется, соревнуется. Ему кажется, что его партнер в чем-то лучше него. И он хочет доказать, что он тоже неплохой такой. И таким образом, вместо того, чтобы похвалить партнера, он начинает с ним соревноваться. Его злит или задевает, что, допустим, супруг или супруга, допустим, если они ходят на фитнес, она быстрее похудела. Его злит или задевает, если супруг или супруга стала зарабатывать больше, чем он. Ну и вы поняли. Так далее и тому подобное. Суть в том, что нарцисс не любит чужие победы. Но невозможно же жить с партнером или там с кем-то дружить и совершенно скрывать все свои победы. И даже маленькая какая-то ваша победа, вы даже можете об этом не знать. Он может просто посчитать, что это платье вам идет или там, допустим, не знаю, вы как-то преобразились внешне или купили себе просто новый гаджет, а он не может себе этого позволить. И это будет его задевать. И по этому поводу он будет очень сильно страдать. И из-за этого, так как вы будете партнерами, неважно, может быть, вы будете любовниками, мужьями, женами, в бизнесе. Когда дойдет дело до партнерства, он будет оттягивать момент, когда он должен отдать эти деньги вам. То есть для него гораздо важнее отношения, и эта история всегда про отношения, да, такие вот извращенные, понимаете, то есть когда с завистью это происходит, когда ему не нравится ваш успех. И он готов, ну, понимаете, не просто с вами не делиться, он еще и готов у вас забрать, да, как бы желая забрать вместе с этими ресурсами, деньгами, и этот успех забрать, чем нежели объединиться и пойти там парнояльно и строить коммунизм. Ну, например. Таким образом нужно понимать, что нарцисс в большинстве своем, когда касается, разговор идет о том, чтобы поделиться деньгами с партнером, вложить с кем-то там в общий бизнес. В общем, как правило, когда касается дележка денег именно вот с людьми, он, как правило, очень жаден. Но если дело касается какой-то автономии, когда это ему нужно купить машину, ему нужно купить квартиру, айфон, не знаю, это он пойдет и купит себе завод, там, реку, озеро, остров, не важно. В общем, это он, ну и там у каких-то людей будет покупать это для него, ну, как правило, особого большого значения не имеет. Для него важно что? Вот если он покупает себе, он может даже потратить, он может стать жертвой мошенников, он может себя абсолютно в деньгах не контролировать. Но как только он тратит на близкого человека, у него включается, может включиться, по крайней мере, такая гипержадность. Однако следует понимать, что эта фишка не касается того периода, который называется шугашоу. Для тех, кто не знает, шугашоу – это тот период, когда нарцисс вас завоевывает, включает свое обаяние для того, чтобы, ну, завладеть вашим рассудком, в общем, завладеть вашим умом и даже в каком-то смысле поработить вас. Поэтому в это время нарцисс может поделиться с вами, ну, какой-то частью своего небольшого ресурса. Но, тем не менее, он будет придерживаться позиции доталис-дозис. Поэтому не особо не обольщайтесь на него. Дорогие друзья, с вами был Кравцус Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И да пребудет с вами здоровье. Я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. Субтитры сделал DimaTorzok